Солженицыну 101 в память об известном русском писателе Нобелевском лауреате Владимир Киселёв приехал в посёлок Мизиновский, Гусь-Хрустального района. Здесь располагается школа, которая с 2013 года носит имя писателя. Здесь Солженицын долгое время преподавал математику, а также написал своё бессмертное произведение «Матрёнин двор». Председатель регионального ЗС посетил выставку, созданную усилиями учителей и школьников, и посмотрел коллекцию книг об Александре Солженицыне. Ребята провели парламентарий, экскурсию по новой экспозиции «Маршрутные тропки писателя» и показали своими силами воссозданную панораму посёлка. Ночь Солженицын провёл на станционном скамье, но ему не спалось там, и чуть свет он побрёл по посёлку. Там он увидел небольшой базарец. Это небольшая площадь через двух длинных деревянных столов. Стоит отметить, что школ, которые носят имя Солженицына, всего две. Одна находится во Франции, а вторая у нас в Гусь-Хрустальном районе. По мотивам произведения «Матрёнин двор» здесь был построен дом-музей Матрёнина «Изба». Правда, дом не первоначальный. Первый сгорел, а вот этот воссоздан по макету, ухранящемуся в школьном музее. Парламентарий лично курировал установление дома Матрёны Григорьевой. Матрёнин дом, который восстановлен в 2013 году по нашей инициативе при поддержке спонсоров местных, он стоял на самом деле в другом месте и, к сожалению, сгорел. Вот удалось его восстановить. Теперь мы постоянно шествуем над этой школой. Постоянно я вот сюда приезжаю. В день рождения писателя председатель областного парламента направил телеграмму у новой писателя Натальи и Дмитриевне. Редактор субтитров А.Семкин